В детстве мой сегодняшний гость мечтал учиться музыке, но в коммунальную квартиру, где он жил, инструмент решительно не помещался. Поэтому будущий художник ограничивался тем, что лепил из пластилина фигурки и вырезал из цветной бумаги коллажей. Лепить, вырезать, сочетать несочетаемое, объединять музыку, звук, текст и форму, создавать универсальные перформансы и произведения визуального искусства – все это стало профессией и смыслом жизни этого замечательного человека. Он выбрал непростой путь, не вписываясь в стандарт и рискуя быть непонятым, но все, что он делает и все, что он делал раньше, заставляет ему наслаждение, как мне кажется, исходит от переизбытка радости. Художник, модельер, дизайнер. Андрей Бартенев сегодня у меня в гостях в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, давайте, мне руку подойдет. Ну, я не знаю, вы меня назвали, я на самом деле всего лишь художник. У меня все очень строго, дисциплинарно, очень просто. Все остальное – это не ко мне. Я художник. Но, вы знаете, вместо рояля в нашу коммуналку залез огромный медведь и наступил мне на ухо. Потом оказалось, что я совершенно не способен ни к пению, ни вообще, ни к какому-нибудь музыкальному образованию, никак не десертурую. То есть, и не нужен инструмент, получается, был, да? Ну, в детстве мне очень хотелось, конечно же. Ну, вот, вместо пианино занял медведь, который наступил мне на ухо. Ну, мне кажется, вот эти хотелки, они до поры до времени, пока не появляются инструменты с альфеджио. Как только начинаешь погружаться в это, сразу всё. Вы знаете, вот, наверное, со мной такое же. Я очень азартный человек, я быстро всем новым увлекаюсь, и потом быстро от этого нового устаю и несусь опять к новому. И это меня заставило стать художником. И вот сегодня то же самое, да? Ничего со времен детства не поменялось. Так же несусь к чему-то новому, забывая про старое, и сразу же делаю что-то непохожее другое, да? Вот с вами совершенно согласен. Вдруг появились эти велосипеды маленькие, удобные, которые разборные. Я сказал, всё, хочу этот велосипед, велосипед появился, он постоял у меня в комнате, всё, он там теперь стоит, а я хожу пешком. Ну, хоть какое-то время покатался? Нет. Вообще не сел? Ни разу. За руль не сел? Ну, потому что я хотел там что-то наклеить, там, покрасить, переделать, чтобы он цветом соответствовал мне, а в итоге вот никак и ничего, и он стоит, а я хожу пешком. И потом велосипеде ведь неудобно в такой шляпе, она будет слетать. Ну, у меня для этого есть масса других удобных шляп. Велосипедных. Велосипедных уж точно. Ну, я поэтому не спрашиваю, а сваливали, Андрей, руль там, допустим, автомобиль и так далее. Если на велосипеде... Цепь поменять. Цепь поменять, это всё сложно, да? Отключать колёса. Ну, неважно. Я вам хочу сказать, что вот самое главное, что вот этот вот азарт, он очень много мне помог в моей жизни. Он меня заставил всё попробовать, и всё, что вы перечисляли, вот эти вот профессиональные спецификации, они как бы мною... Я там отметился, но в итоге я закрепил за собой одно слово «художник». Потому что художник, он впитывает в себя все вот эти маленькие подразделения, и когда ты художник, тебе легче жить, и ты всё можешь сделать. И мне вот это вот универсальное и всё делание очень нравится. Поэтому я художник Андрей Бартенев. Ну, вот я когда начал рассказывать только в начале про художника Андрея Бартенева, вот эта вся лепка из того, что попадалось под руку, это же всё из детства, это же всё было тогда, да? Да, это было. Этого не отнять. Потому что тогда выразительных средств было гораздо меньше, чем сегодня, да, в СССР, да ещё в вашем Норильске родном, да? В моём родном Норильске моё самое любимое развлечение было лепить из пластилина. И это известная история, когда родители уж не на работу, оставили меня с несколькими пачками пластилина и вернулись с работы домой, увидели, что ковёр шерстяной, хороший, который дедушка подарил моим родителям в знак того, что я родился, он был ровненько уклеен пластилином, и орнамент был повторён. То есть я цветом пластилина взял так все ворсиночки, ты-ты-ты-ты-ты, всё проклеил. Мне кажется, даже если сейчас вот это, вот орнамент вот этого ковра, на общем плане покажите, пожалуйста, ковёр. Если я орнамент этого ковра сейчас оглею, мне даже сейчас по башке продюсер надаёт. Хотя ковры уже далеко не в дефиците. А раньше ковёр, это просто избыток роскости. Это было единственное сокровище в коммунальной квартире. И что, родители по шиям-то надавали или нет за это? Ой, да вот там такое было. В общем, я познакомился с что-то такое, труд расчёской. Расчёской пришлось это всё. Но вы поймите, у меня тогда было лет там 5-6. Это просто... У меня глаза были хорошие. Я очень чётко и детально повторил рисунок ковра. Но родители этого не оценили. Нет, нет, нет. Тогда никто не понимал, что такое современное искусство. А тогда я уже экспериментировал в этой области. Следующая моя игра с пластилином была. Это когда я лепил и складывал свои фигурки на батареи центрального отопления. А в Норильске топили там, дай Боже, потому что можно было, наверное, яичницу жарить на этих батареях. И пластилин вскипал, истекал такими просто перекипячёнными жижами вниз. Это было вообще фантастика. Когда у нас появился холодильник, то морозилка сразу же стала секцией для моих пластилиновых экспериментов. Ну, а когда папа и мама уже опустили руки и сказали, да делай что хочешь, если ты у нас такой не от мира всего. Они поступили по-другому. Они меня сдали на попечение моей старшей сестры, и в какой-то уже там такой мой подростковый период мной занималась сестра. И вот она уже это всё корректировала, и она делала это очень грамотно, потому что она читала различную литературную классику мне, которую мы в школе не проходили. И там, например, это «Солдат Швейк». Ну да, ну да. Ой, ну это, конечно, это было потрясающе, потому что всё то, что там делал герой во время Первой мировой войны, и всякие его казусы, это на меня очень сильно повлияло, потому что он стал для меня такой моделью, поведенческой моделью. То есть я тоже думал, что надо попадать во всякие истории, и что это и есть схема весёлой жизни. Ну и сестра, видимо, тоже, не в угоду родителям, поведенческую модель племянника приняла, да? Брата тогда уж. Ну брата тогда уж. Я думал, сестра родителей была, нет? Нет, нет, нет. А родная сестра, да? То есть она приняла. То есть с ней можно было творить всё, что угодно. Она была отлично. Она вот насмотрелась на мои пластилиновые эксперименты и подарила мне книжку «Детские годы Микеланджело». И это была, конечно, новая вообще развлекуха для всех, потому что там были напечатаны прекрасные фотографии, чёрно-белые фотографии. И давит, как положено, голый, потому что в Советской России не было там, знаете, никто... Как говорят, не было в СССР. В СССР, да, в СССР не было там, никто спорно не боролся. Ну просто вот такой голый, давит, там рабы и все. И я из пластилина, значит, лепил все эти копии. А так как обратной картинки-то не было с обратной стороны, там попы никакие я не мог приклеить, поэтому у меня все были такие брельефчики. Всё это так выпукло и плоское с обратной стороны, вот как. И это тоже занимало место в холодильнике уже на полочках. Уже у сестры в холодильнике? Нет, у нас был общий холодильник. Мы все вместе жили. А, вы жили вместе? В 10 квадратных метрах, 4 человека. Но ещё жили мои мыши белые, крысы, коты. И когда я вот вступил в пору с этой зоологией, то я стал соединять пластилин и мышей. Потому что мыши всё грызли, смешивали это с ватой. И это получались совершенно потрясающие субстанции, совершенно такое современное контемпориоискусство. И я изучал эти субстанции. И, ну, конечно же, я там запускал этих мышей в тундру, в пластилиновых ракетах. Потом делал им капсулы на нитках, спускал в минус 20 туда вниз, с четвёртого этажа. Ну, в общем, всякое такое. А друзья были в детстве у вас? Да, конечно же. Друзья были. Просто некоторые друзья, я так понимаю, стандартные друзья, я имею в виду, они как бы, ну, давай в войнушку поиграем, давай в казахские разбойники, давай... А вы вовлекали... Мы играли в это во всё тоже. Я так понимаю, вы вовлекали свои игры, в мышиный космос. Это была... это часть программы. У нас, конечно же, были военные игры, потому что снега полно. Мы строили пещеры, сугробах, там ковыряли всякие эти... И, натренировавшись на пластилине, мы шли и снега лепили автоматы, тачанки. В общем, всё, танки, всё лепили. Но у нас было как бы самое, наверное, идеальное. Мы изображали, значит, красную эту конницу, находили выброшенные кровати из гор, которые во дворе собирали, снежные горы. Бульдозер приезжал, весь снег собирал. Во дворе и такие строил огромные горки. И мы, значит, на этих кроватях их переворачивали, чтобы эти вот спинки были как бы полозьями. И скатывались, изображая, значит, будённую армию конную. Ну, в общем, вот так. Либо на листах там... То есть снег был тоже одним из изобразительных средств, возможности что-то там творить, да? Это более монументально. Да, это было. Более монументально, потому что мы лепили всё. У нас был, конечно, в детстве недостаток всяких фруктов, и мы снега лепили. Все фрукты, которые мы могли пожелать. Хочешь грушу, лепил, значит, вот в свой рост грушу. Хочешь банан, лепи банан. Хочешь там, не знаю, вишни, вот лепи вишни. Ну, что ещё можно было пить? Апельсин, яблоко, всё из снега лепили. У нас то же самое было. Я детство в Якутии провёл, поэтому... Ах! Ну, мы коллеги практически, поэтому я не лепил, конечно, и поэтому я сижу... По полярному кругу. Да-да-да-да, поэтому я сижу несколько отличаясь от Андрея. Он лепил больше меня, поэтому я и в других очках сегодня, чем Андрей. Поэтому я задаю, быть может, какие-то странные вопросы, пытаясь понять этого человека, который, мне кажется, чрезвычайно интересным априори уже. Даже заранее, кажется, знакомый с его творчеством, с его перформансами. Теперь я понимаю, почему «Снежной королеве» была отдельно посвящена выставка и тема, да? Ну, а как? Это же всё тоже идёт из детства, да? Конечно же, а куда без «Снежной королевы»? Почему чёрные и белые тона, вот эта гамма чёрно-белая... Белый снег, и чёрный... Доминирующий вначале. Человек чёрным становится на белом. Эти вот редкие деревья, которые опять в этих белых таких равнинах. Это же всё, да, конечно. Белый снег и чёрное небо всю зиму. Ну да, опять-таки, да и низкое такое небо. Не знаю, как у вас, а у нас оно было чрезвычайно низкое. И звезды такие огромные, вообще фантастика. А на лето куда отправляли? Куда-нибудь на материке? Красноярск. Ну, тоже мне материк. По Енисею. Тоже мне материк. По Енисею, село Атаманово, пионерский лагерь. Угу. И там свои игры и забавы, да? Да. И своё вовлечение, свои перформансы. Зарницы, грибы искали. А внешне в детстве желание самовыразиться в одежде тоже было? Или это просто пришло? Конечно же, солдатский ремень обязательно к шубе прилагался. Рубашка в горошек, клеточку не пойду. Ну, всё там, всё как положено. Вы упрямым были, Ребенка? Ой, да ужасно. Доставалось по заднице-то? Ой, всем доставалось. Всем доставалось, понятно. Мне кажется, вас должны были лупить просто. Ну, меня просто не надо было трогать, потому что я бы тоже от моего крика доставалась. А, то есть это могло быть... И бы заводили этот граммофон, потом мы не знали, как остановить. Угу, а что касается граммофона, любимая музыка какая была в детстве? «Карусель, карусель» — это радость для нас. Кроме Аллы Пугачёвой, кто ещё нравился? «Карусель, карусель» — это радость для нас. Прокатись на наши карусели. Потом ещё этот самый... На-на-на, на-на-на. «Антошка, пойдём копать картошку». Вы сегодня просили, чтобы мы музыку в студию завели, какую-нибудь ностальгическую. Если бы была возможность завести музыку, то она должна быть какая? Весёлая, конечно же. Всё-таки весёлая, или она должна всё-таки напоминать о детстве, или неважно просто? А в детстве запоминались только все весёлые песни. Другим места не было. Ну, я понял про «Карусель» уже, я понял. Да. Десять часов наступило, теперь я уже могу. Я просто тянул время до десяти часов, и расспрашивал про детство так подробно Андрея, потому что мы несколько нестандартно сегодня поступили и вышли. Нестандартный гость, нестандартное время. Нестандартный гость, нестандартное время мы вышли, потому что Андрей чрезвычайно торопится, ему нужно будет без десяти одиннадцать уже отсюда уехать, чтобы попасть... На единственный поезд до города Викса. А там что-то проходит? Да, там происходит фестиваль «Артавраг», и я буду для этого фестиваля с местными жителями делать парад котов. Мы всех нарядим в котов, и будем через парк идти к оврагу и мяукать громко. Ну, в общем, весело будет. Я читал трогательную историю по поводу кота, который у вас был, который пришёл вам там сам по крыше. Я не помню, как его звали. Кот Костя. Костя, да, вот он сам добрался, выбрал вашу студию, да, и потом погиб. Вот эту вот душераздирающую историю я хочу сказать. Ну, его назвали в честь Константина Эрнста, Костей. Да? Эрнст заслужил, да? Что бы вы назвали? Ну, вот, да, трагическая судьба, но это был мой любимый кот, потому что мы с ним играли в догоняшки. У нас там на тринадцатом этаже длинный коридор, который проходит через все мастерские, и он как-то вообще понял, что вот мы с ним играем в догоняшки. Я сначала за ним бегу, он по батареям отопления бежит, потом я от него убегаю, он за мной бежит. И вот мы по этому коридору многометровому носились, и это прям был фантастический восторг, и у него, и у меня. С присутствием животных вы тоже не были обижены в детстве, да, насколько я знаю? И у меня очень было много собак. Несмотря на малометражную квартиру, 9 метров, все равно. А, собаки жили на улице тогда, да? И собаки все, да, потом они на улице, потом они же у нас жили, потом их все бабушки забирали, на материку возили, и там уже их потомство многие века проживало, прикрепленное к уже летним, то есть к южным домам. Поэтому так активно животный мир выражается и во многих ваших перформансах, да, тоже? Да, я спешу тех зрителей, кто присоединился в 10 часов, пригласить 28 числа мая, и я открываю выставку, которая называется «Дайте любовь!» и торговый комплекс Кунцева Плаза, и я там покажу своих героев моего детства советского. Это кто будет? Там будет, конечно же, белый медведь, полярный белый медведь. Но у него есть друг и посланник. А вот здесь? Да, конечно же, все, Яна, я не с пустыми руками пришел. Сейчас тут... Вот, держите. Это вам. Это не совсем белый медведь. Мы опять-таки говорили про черно-белую гамму, с которой начиналось, мне кажется, жизневосприятие Андрея Бартенева. Это потом, наверное, уже переезжая в столицу нашей Родины, мир становится другим. Мир становится цветным, да? Чуть позже. Жизнь цвет выбирает. Да, да. Вы правильно подметили вот мое психологическое изменение, потому что в Норильске вот именно закалился вот этот контраст между белым и черным. И, конечно же, был в детстве и медведь-умка, да? А потом, когда мне исполнилось 4 года, нас детей повезли в зоопарк. Профилакторий Валек. Или Заполярье, как он называется? Валек. Ну, не сочи. Сейчас уже не помню. И там было три животных. Значит, полярный олень, белый медведь и обезьянка. Ну, и вот медведь на меня произвел неизгладимое впечатление. И я где-то с начала 90-х годов стал очень много делать медведей из папи-маше. И уже в 2000-е мы с Вадимом Дымовым, с его фабрикой, начали делать вот таких вот из керамики медведей. Я буду рад, если в вашей замечательной, доброй передаче поселится вот такой мой. Да, будет присутствовать в нашей студии. Очень добрый, как мне кажется, герой. Ну, я понимаю олень, я понимаю медведь, как обезьянка туда затесалась в северные края. Это вообще чудо какое-то. И экзотика по тем временам. У нас даже было кафе Чунга-Чанга. А знаете, что там было? Почему туда все дети ломились в этот Чунга-Чанга? Там было мороженое? Нет. А что? Стол стоял на таком круглом подиуме. И когда ты садился, подиум вращался. Представляете? Это было чудо. Это фантастика. Потом еще было кафе с двух до пяти, где все дети приходили с двух до пяти, и туда можно было попасть только по талонам. Это кафе с двух до пяти. Доставали с талона? Там было диетическое питание какое-то. Я уже ничего не помню. Я был, наверное, один раз в этом. А вот Чунга-Чанга я чаще был. Это был поселок Толнах. И вот мы ездили именно специально в поселок Толнах, чтобы попасть в кафе Чунга-Чанга. И вокруг этого диска висели еще такие всякие звенящие какие-то, не знаю, шторы из бамбука, что ли. Ну, вообще было очень экзотично. Напомню, сейчас в Токио там есть такие бары. Сейчас в Москве, может быть, они появились, когда вращается стол. Нет, ну, стол-то это вращается, а ты сидишь с сестрой, с мамой, сидишь, и вы вращаетесь. Вот это было круто. Что еще крутого в жизни происходило у Андрея Бартенева в визитной карточке прямо сейчас? Андрей Бартенев родился в 1969 году в Норильске. Окончил Краснодарский институт искусств, факультет театральной режиссуры. В 1992 году получил гран-при на фестивале в Риге за проект «Ботанический балет». Член Союза художников, а также Академии дураков Вячеслава Полунина. Работы Андрея Бартенева неоднократно выставлялись в крупнейших музеях современного искусства за рубежом. Находятся в российских и зарубежных галереях, частных и корпоративных собраниях. В том числе в новой академии Тимура Новикова, музее уникальных кукол, музейном комплексе Царицыно. Автор проектов и перформансов, среди которых проект-выставка «Люби кутюр» и фестиваль иллюстраций «Институт улыбки». Скульптурные перформансы «Спящие красавицы», «Минеральные воды», «Королевская семья возвращается» и другие. Создавал костюмы и художественное оформление балета «Снежная королева». Костюмы и декорации для пьесы «Ивонна» в Государственном академическом Новосибирском театре «Красный факел». Преподавал в Норвежской театральной академии на факультете сценографии. Проводит мастер-классы в России, США, Великобритании и других странах. Ну, судя по тому, что Андрей рассказал, что его сегодня ждет поезд, и там устроен кошачий перформанс не только в других странах, но и по родной стране будут проводиться, я так понимаю, разные перформансы, выставки и мероприятия Андреем Бартеневым. В 617-5197 номер телефона, как всегда, любые вопросы можно задавать художнику Бартеневу, либо отвечать на наш вопрос. По традиции, я обычно прошу наших гостей задавать вопрос, но сегодня, вот смотрю на Андрея и думаю, наверное, рискну сам вас о чем-то спросить, друзья мои. Поскольку мы вспоминаем, как правило, страну Советов, и я, и Андрей родились тогда в СССР, и вообще не представляю, как этот парень прожил так долго в стране Советов, с его бурной фантазией, неуемной энергией, тогда все-таки было сложно, как мне кажется, таким людям самореализоваться каким-то образом. Как вы считаете, не случись развала Советского Союза, смог бы раскрыться, смог бы вот так самовыразиться Андрей Бартенев? 617-5197. Если не смог, то чем бы он занимался, на ваш взгляд? Потому что у Андрея была какая-то, наверняка, своя мечта или не было детской мечты? Как мы все были космонавтами когда-то. Мечтали быть космонавтами. Какая же у меня была мечта? Да, наверное, какая-нибудь доктор, космонавт обязательно. Потом пират, потом не знаю, что там такое. Ну, в общем, потом я уже хотел рисовать и 8 лет учился в художественной школе, но у меня слабое зрение. Я же норильский ребенок, а у нас там 60% носит очки детей, потому что в советских школах детей не учили, что надо, когда солнце и снег, одевать очки от солнца. И у многих происходили изменения. У меня тоже самое от этого произошло. Очень быстро упало зрение. И меня уже не взяли никуда рисовать. И я поступил в Краснодарский институт культуры на театральную режиссуру. Сокончился отличием. Но что-то у меня в театр не очень так это как-то... Ну, какое-то время поработали по специальности, да? Полгода, да. И потом я стал заниматься таким перформанс-арт. И так как это не очень в Сочи был популярный жанр, ну, то есть там были художники, мы могли это все делать. И я дружил с Жанной Агузаровой и с ее директором Сергеем Гагарином. И Сережа сказал, Бартин, а что ты тут сидишь? Да уже приезжай в Москву. И я там познакомлю с моими друзьями, с разными галереями. Ну, и вот я переехал в Москву, и все тут началось. И так завертелось, что, конечно же, просто безумно. То есть с Жанной вы познакомились еще до Москвы, получается? Да, да, в Сочи. Это был период... Я уже к тому времени, конечно, был бровистом таким активным. И Жанна приехала на кастроли в Сочи. Это был, конечно, 1988 год. Они приезжали, по-моему, была группа «Металлика», что ли. Была такая группа, да? Вот они в составе... То есть это был концерт «Браво» и вот... И «Металлика». И там познакомились. Подошли к ней или как это было? Нет, это было все очень смешно. Наоборот. Мы, значит, с моей подругой Леной Шевцовой, она джазовый музыкант. Ну, да, вообще были все молодые такие. 1988 год. И мы идем, такие все нарядные. И нам с лавочки свистят. Говорят, это ж куда такие красивые и идут мимо? Мы поворачиваемся. Это, значит, Гагарин и Сагузарова сидят на лавочке. Они только вернулись из Финляндии. Были такие умопомрачительно красивые. Жанна с этой косой. Ай, вообще, просто чума. Ну, мы тут же все подружились, стали ходить на пляж шемчужином месте. Жанна ходила тогда с авоськой, в которой было вот такое здоровое яблоко, вот с вашей тарелкой. И такая же большая французская косметичка, как Диор или Лориа. Не знаю, что такое. И она, значит, доставала, откусывала это яблоко из авоськи. Рядом положила. И открыла этот просто саквояж, который набит разными, значит, тенями, невиданной красотой. Делала два. Этим тампоном промокала щеки и шла в море плавать, очистить ноздри. Говорю, морская вода очень полезна для гайморовых пазух. Мне кажется, вы, Жанны, нашли друг друга сразу и поняли, что вы люди с одной планеты. Но вы знаете, здесь даже не то, что мы нашли. Это был верный и вовремя осуществленный импульс ее стороны. Потому что она мне показала, что творчество может быть разнообразным. И пути его вообще непредсказуемы. Это был первый человек, который мне показал, что именно... Я уже тогда рисовал очень много, что то, что я делаю, это не на всю жизнь. Это вот сейчас так. Но вот это вот свое новое ощущение и свою новую практику я могу в одну секунду приобрести. Мне нужно просто, чтобы у меня внутри зародилось желание измениться. И все. И я стал этим пользоваться. И потом я уже стал встречать невероятно фантастических людей. Так и со Славой Полуниным мы познакомились. Он нас пригласил в 1993 году на «Корабль дураков» в кинотеатре «Родина» в Ленинграде. И я там показывал перформансы «Полеты человек в чистом небе» и ботанические балеты. Мы, конечно же, подружились со Славой на всю жизнь. Я очень люблю этого человека, всю его команду, его семью. И это был другой такой импульс. И я, знаете, я всегда так думаю, что если я уже брошу заниматься, спасибо большое, заниматься изобразительным искусством, то я стану садоводом. А вы знаете, это тоже вот как раз такое отторжение именно норильской действительности. Потому что в Норильске все пьют крутой чай с большим количеством сахара. И как только я понял, что я могу сказать, и это может быть услышано, я сразу же отказался от питья чая, кофе и вообще. Вот все это такое не пью. А алкоголь? Алкоголь тоже не пью. Вода просто? Вода, да. Не соки? Я люблю воду. Но я редко пью, я там апельсиновый сок могу выпить, виноградный сок, свежевыжитый. Я потом вас допью, если вы не будете. Да, конечно, пожалуйста. Я щедрый. Вы можете вот с ним попить. Да, присоедините его к своей чашке, пусть он попивает два чай. Поскольку ты пришел ведь сегодня со своим папой, получается, ко мне. Вы можете ему дать имя. Ну, а давайте вместе его назовем. Нет, нет, нет. Это все очень индивидуально и интимно. Да? Конечно. При первом приближении в голову ничего не приходит. Да зачем? Дайте время. Пусть останется. Я сегодня кинул вам запрос в Facebook. Как только мы родим это все, я вам обязательно сообщу вместе с фотографией и с именем этого. А вам нужно не запрос сделать, а отправить мне сообщение. Я привет написал. А, вот это хорошо, это правильно сделано. Вы меня узнаете там по фотографии? Я постараюсь. Договорились. Что касается балета, точнее говорить, ботанического балета, он потом был показан действительно в разных местах, как Андрей только что сказал. Но первоначально все-таки этот перформанс произошел в Риге, да? Да, да, да. Этого Юрмана было, ассабление укращенной моды. Угу, все-таки в несколько таком заграничном уже месте это было проведено, не в Москве, по первоначальному. Но тогда еще Юрмана и Латвия, они были частью СССР. Это был 92-й год. Это уже 92-й год, это уже не СССР. Что, уже нет? Уже в 91-м уже не стало ничего. Простите. Ну тогда не надо было еще никакой визы. Я помню. А, ну да, в этом отношении не надо было. Да, в этом. Да, в этом отношении. Шанген-то уже точно был тогда не нужен. Нет, еще Шангена не было. Давайте посмотрим, как это тогда в Риге происходило, а потом вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, оказывается, это происходило не в Юрмале, а в Центральном доме художника. Но, на сути, радикально это не меняет, поскольку примерно такой же перформанс... Перформа... Перформанс. А R я все время не произношу в этом слове почему-то. Перформанс такой же был представлен и в Риге когда-то. В Юрмале. Ну, считай, Рига реально совсем. Но я же потом делал «Снежную королеву» в Риге на сцене театра оперы и балета. Да, и мы сейчас увидели разных животных и людей в пластике этих животных. Я так понимаю, в том числе и Андрея увидели. И молодых начинающих людей, которые тогда не были известными и выдающимися, да? Они потом им не стали известными скульпторами, например. Да, да, да. Володя Каленчев. Ну, все, кто занимается мейкапом, они должны знать Володю Каленчеву. Он, по-моему, лицо Лореаль в Москве. И вообще один из мощных мастеров. Основатель школы. Ну, это первый, да, такой серьезный? Там Володя Бухинник. Все костюмы, которые из ткани, это Володя Бухинника костюмы. А он теперь один из популярных ведущих на питерском телевидении. То есть тогда просто привлекали по дружбе людей, да, к себе? Ну, мы все друг друга любили. Ну, как просто такое было. Все как-то вот, ну, все вместе и должны быть все вместе. Ну, просто я... И сейчас я стараюсь. Вот вы не знаете, я же руковожу галереей на Таганке. И в моей выставке, которую я курирую, я стараюсь своих друзей, старшее поколение, да, таких уже мастеров российской живописи, соединять с начинающими художниками. Я люблю очень групповые выставки, когда там от 35 до 55 художников, участников, я им говорю, что мое самое главное произведение в этой галерее – это вы художники. Что вы встречаетесь, знакомитесь, что вы эмоционально обмениваетесь. И это вас поддерживает и оставляет в творчестве. А из художников старшего поколения вы кого имеете в виду? Кто вам дороги, близок к понятию? Ну, одна моя любимая – это Света Викер, Саня Берштейн, вообще фантастическая. Это мама Маши Цегалеева, обожаю, просто живописец. Зураб Константинович, конечно же. Эрст неизвестный, дружу очень с ним, вообще обожаю Эрст. Это Миша Шемякин, тоже вообще прекрасный товарищ и очень хороший наставник. А Шилов-Глазунов как-то? Ну, вот Шилов-Глазуновым я никогда не встречался, но я знаю очень много по всему миру художников. Прямо перечислять у вас передач не хватит на год. Ну, я знаю все с Микеланджело, когда начиналось, как мы выяснили, с обнаженной натуры, которую впервые Андрей Бартенев увидел в подаренном издании, хотел сказать, журнале. Это был явно не журнал по тем временам. Это книжка была, детская издателька, детская литература. Ну, Церетельева сейчас назвали. Как вы относитесь к его монументальным работам, которые не все принимают? Зураб Константинович великолепный живописец. Просто великолепный, уникальный живописец. Он сделал два моих портрета. А скульптор? Ой, вы знаете, скульптурой, я думаю, что Зураб Константинович занимается от того, что у него широкая грузинская душа. Он и скульптурой может заниматься. Я же, знаете, со мной была вообще потрясающая история. Я когда вот закончил свой институт с отличием, и мне сказали, ну, куда вы в Бартенев хотите поехать? И тут приехал директор ДК, говорит, вот у нас в Адлере есть место. Идите к нам режиссерам театральной студии. И меня там долго не селили в общежитие, потом поселили в общежитие. И меня поселили напротив комплекса, который построил Зураб Константинович. Мозаика. Там в Адлере есть такой огромный пансионат. Там все сделано Зураб Константиновичем. Остановки. И я в этом бассейне, я же норильский ребенок. Я же не умею плавать, потому что где же у нас там? У нас же лед под водой. У меня же некуда. А в бассейн надо было идти на гору, подниматься. Пурга, тебя должны были водить. Меня никто не водил, и я вообще плавать не имел. У меня был товарищ, который меня стал учить в этом комплексе, отстроенном Зураб Константиновичем. Зимой и лето там бассейн. И я там учился плавать. Это уже потом вы ему рассказали, да? Нет, я вот сейчас это только вспомню. Я не рассказывал Зураб Константиновичу эту подробность. Да, и Зураб Константиновичу рекомендовал. Я теперь почетный член Российской академии художеств. И после моей выставки, ретроспективной, которая прошла в Московском музее современного искусства, с огромным успехом, нас посетило 37 тысяч зрителей. Народ трянется к искусству, как выясняется, да, у нас? Ну, вы знаете, это, может быть, для Серова это маленький показатель. Но для художника, который занимается современным искусством, это очень большой показатель. Я, конечно, тут не хвастаюсь, потому что не в этом моя цель и задача, а моя цель и задача показать людям, что творчество может доставлять удовольствие. Даже когда вы его просто созерцаете, когда вы не являетесь его непосредственным участником. Вот вы не актер в моем перформансе, в моем визуальном спектакле. А когда вы приходите и смотрите на мою выставку, вы можете получить удовольствие. Вот всех зову, приходите в Кунцевый Плаза. Я там строю 4,5 метра кота, который будет всех встречать на входе. Еще раз, какого числа напомним? 28-го открытия, но выставка будет все лето. А, то есть... И там будет кот стоять белый, такой он вальяжный. Я, когда его стал строить, все бездомные коты пришли посмотреть, познакомиться, что я там такое делаю. Потому что он огромный. Нам пришлось его строить на улице в городе Королев. Там где-то на выселках города Королево, среди каких-то гаражей, ремонтных каких-то, не знаю, там подвалов. И мы строим кота. Ну вот. Елена из Санкт-Петербурга присоединяется к нам. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. И, конечно же, Володя. Здрасте. Я не могу сказать, что я поклонница современного искусства, честно говоря. Я, скорее, все-таки привержена традиционному искусству. Но совершенно не отрицаю того, что искусство может быть каким угодно, разным и так далее, и проявлять себя в разных, так сказать, ипостасях. Но у меня вот такой вопрос. Вот художники создают какие-то произведения, которые остаются, ну, если это великие художники, да, остаются на века, там, другим поколениям, по следующим, будущим. А вот вы создаете, так сказать, произведения, которые, ну, мимолетные. То есть они же не остаются, да, это вот происходит, и потом ничего не остается. Вам хочется или вы мечтаете что-то создать такое, чтобы осталось потом, после вас? Спасибо большое за вопрос. Я понял вопрос. Я хочу вам сказать такую вещь. Я очень люблю жанр перформанс-арт, потому что вот эта визуальная импровизация, которая тебя охватывает, это ни с чем нельзя сравнить. Это такой драйв. Ты вот прошлую секунду, ты еще даже не думал, что событие и картинка может так измениться. И в следующую секунду ты меняешь, и меняется весь смысл, и ты чувствуешь, что это получается. И вдруг, и зритель вдруг начинает понимать что-то другое про то, что ты делаешь. И это ни с чем не сравнимо. И, конечно же, это нельзя сопоставлять, там, знаете, со скульптурой, с живописью. Это другой совершенно жанр. Он на грани театральное, танцевальное и изобразительное искусство. Я с удовольствием бы украшал бы Москву разными своими котами, слонами, медведями и фонтанами. И я это периодически делаю и делал. Но делал я только как 3D-модель, такая анимация. Я там составлял проект. Но поймите, что город еще не готов принять Бартенева скульптора, чтобы он попал в московскую городскую среду. Или вообще в какую-то городскую среду. Ну, церетель ты принял уже благодаря Лыжкову. Поэтому вам надо к Собянину ближе. У нас все так продвигается. У нас все так продвигается. Я хочу сказать, что мои малые скульптурные формы, они хранятся. И в Московском доме фотографии моя скульптура есть. Контакт потерян, поле одиноких сердец. И в Московском музее современного искусства есть моя скульптура. Скажи, я тебя люблю. И она стала названием моей ретроспективной выставки. И вот сейчас у меня 5 лет шла выставка в Датской Королевской библиотеке. Я делал сокровища Королевской библиотеки, такой огромный проект, где там выставляются оригиналы Моцарта, Баха, Толстой, письмо Наташи Ростовой, сказки Андерсона, рукописи. И еще масса других сокровищ. И я сделал туда 3 книжки. И вот Королевская библиотека сообщила, что они с радостью вообще принимают мои произведения в собрание своей библиотеки. То есть оно как-то там живет. У меня, слава богу, очень много коллекционеров, которые с восторгом следят за тем, что я делаю. Здесь, в России или не только? И в России, и в Европе, и в Америке, неважно. Но еще есть другая практика. Я очень много лет уже преподаю, наверное, лет 25 я преподаю. И мои студенты, вот то, что уходит в будущее. Слава богу, что многие мои студенты становятся такими мощными, сильными художниками в области визуальной индустрии. И вот это то, что я хочу оставить. Если я не останусь в виде скульптурной, живописной, большой формы, но я останусь своими студентами. Я думаю, в виде вашей собственной формы вас студенты оставят рано или поздно, поскольку такого учителя нельзя не увековечить. Наверняка уже были попытки у кого-то, да? Создать памятник при жизни Бартеневу. Ну да, он рисует там, рисует пока. У меня студенты хорошие. Я не знаю, почему Андрей сопротивлялся следующему сюжету. Я вообще обычно заранее верстку не рассказываю нашим гостям, что мы будем показывать. Это неинтересно. А, ну у вас же ностальгия, у вас есть такой акцент. Может быть, с точки зрения ностальгии это может быть. С точки зрения ностальгии это может быть. А именно перформанс, пер-фор-манс, наконец-то. Перформанс. Перформанс. Репетируем со мной. Пер-фор-манс. Пер-фор-манс. Когда будете звонить и говорить, ну что это за перформанс? Перформансист. Перформансист. Да. Хотя Андрей, я так понимаю, больше привычен к иностранному языку, чем к нашему, потому что он меня спрашивал сейчас за кулисами, как Кэмилл-то будет вот этот вот по-русски. Поэтому вы где живете чаще? В России или за пределами ее? Я сейчас очень много в России, потому что очень много проектов. Вот мы едем на Платоновский фестиваль в город Воронеж. Но проекты это одно. Квартира у вас где? А живете-то вы где, Андрей? Ой, я вам хочу сказать, что здесь все очень плохо. Я вот был давеча на очередном слете Союза художников России, Московского Союза художников. Говорю, слушайте, товарищи, вот я получил премию Курехина давеча, но я уже могу ли я надеяться на какую-нибудь мастерскую от какого-нибудь из Союза? Четвертый. Они сказали, ну как же нам нужно? Опять на очередные 25 лет они все сказали, поставили этот вопрос Ребрилу, они сказали, ну как, мы должны решить этот вопрос. Я думаю, еще 25 лет они будут решать этот вопрос. Ничего у меня нет, не спрашивайте меня про это, это очень больная тема. Я содержу пять складов, где хранятся мои произведения. Вот это вот все, что я знаю про себя. Ну, про премию Курехина разоговорили, давайте об этом посмотрим, а потом вернемся. Хорошо. Курехина разоговорили, профессор Рафаэля, так он еще и поэт к тому же, Андрей Бартенев, Андрей Гордеевич Иванов Бартенев. Большое вам спасибо. Менюш, можно я поздравлю сначала? Ну, с одной стороны, я смущен, дело в том, что мы в Перми как-то решили с нашим министром культуры, что тот поэт, который получит, чей перформанс получит премию, мы издадим моего книжку. И как от такого дополнительного подарка от Перми, как от одной блюда, как от столицы другой. Ну, вот теперь, значит, я вот, как я понимаю, что нужно сделать. Ну, как же, я написал мама. И теперь придется издать муху-закатуху. Нет, подождите, мама рогами мыла оригами. Да, но, да, вот буквально, значит, я думаю, что выход будет найден. И Андрюша сделает к Чеховскому просто иллюстрации, мы все-таки это издадим. Я и Бартеневу, я иллюстрации к Чеховскому. Рожденный в СССР Здравствуйте, Андрей, спасибо вам, что пригласили такого чудесного гостя. Отвечая на ваш вопрос, я думаю, что художник, если он художник, он будет художником независимо от того, при каком строе он живет. Например, как такие художники, как Кабаков, Зверев, они жили и творили, несмотря на то время, в котором они жили. Я согласен, спасибо большое. Но, тем не менее, мне кажется... Оптимистическое решение. Девушка оптимистично настроена, Маша, вы молодец, большая. Но, тем не менее, мне кажется, нельзя не считаться с российским менталитетом, когда у нас вот все, что делает Андрей, мне кажется, он за плечами, за спиной своей чаще слышит слово эпатаж, нежели творчество. Да? Или я ошибаюсь? Или это было раньше? Я не знаю. Ой, я хочу сказать, что сейчас у Анатолия Зверева такой прекрасный музей. А, про Кабакова. Я делал в Нью-Йорке с ними перформанс, потому что у них есть проект, вот этот у Эмилии и Юлии Кабакова есть проект, корабль, где парусник сделан из рисунков детей о мире. И когда в Нью-Йорке этот корабль причалил, то я делал перформанс такой, как бы, встречи этого корабля. Так что мне тоже довелось чуть-чуть с этими великими людьми. А музей Зверева, они вот тоже меня зовут, в новый проект, потому что Зверев сделал иллюстрацию к сказкам Андерсона «Снежная королева» ля-ля. Опять-таки, да? Да, он сделал «Голый король» сказку. И меня кураторы и руководящий состав этого музея, это частный музей, просят сделать этот самый перформанс и скульптуру. И я, знаете, что придумал? Я, конечно, там очень ржачный. Я говорю, ну, в общем, я умею напугать людей на переговорах. Я говорю, берем холст, я приношу, значит, аквариум с живыми мышками, морскими свинками, макаю в краску и ими рисую. Я смотрю, за переговорным столом все уже начинают просто немножко так это, куда смотрят убежать и куда спрятать глаза от этого безумца. Ну, в итоге я подумал, ладно, не буду шокировать людей, наберу мягких игрушек и просто буду тампировать этими по холсту мягкими игрушками. Ну, потому что Зверев, они говорят, ну что это у вас, Бартенев, все на зверей тянут. Я говорю, слушайте, ну, простите, у вас же музей Зверева. А как даже вообще? Зверев, конечно, я и Зверев, и Зверев, вот они все. Я художник интуитивно, вот даже не знаю, откуда такая связка, и это самое вот... Как это не похоже на Бартенева? Да, как обычно. Не буду шокировать людей, сказал он, любя. Да, ну, они отказались, но я зря. Я вот думаю, что вот это было бы здорово. Живыми мышками в краску макаешь, ты-ты-ты-ты-ты-ты, они пищат, какают, это все на холсте, я рисую какой-нибудь великий портрет. Как вот от страха, ведь не жалко мышек-то? Ой, да они бы, наверное, умерли. Я вспоминаю эту историю в цирке, в каком-то северном цирке, забить, когда они сбросили на парашютиках всех этих хомячков и мышек, и мышки, и эти все, и хомячки умерли со страху, наколетели с купола. Из-за детей падали мертвые животные. Был такой скандал в цирке. Черный юмор пошел. Такая трагедия была. Вот это я понимаю, люди оттянулись. Да-да-да-да-да. Они, наверное, пошли, у меня тайный мастер-класс. Перформанс на Титанике. В Титанике давайте смотреть сейчас, потом вернемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы показали очень ностальгический момент. Тоже 20 лет прошло, да, этому... Ну, это, да, это какой-то 95-й или 96-й год. Это, помните, была такая песня «Цветы-цветы». Да. Как же группа называлась? Девочки пели. Первая девчачья группа была. Комбинация? Нет-нет-нет-нет-нет. Вот в 90-е годы такая модная группа. И вот там костюмы, которые... Это как раз из этого клипа «Цветы-цветы». А-а-а, я помню, Ра-Торо первая. «Луна-луна-цветы-цветы». Не отсюда, да? А Людмилы из Санкт-Петербурга? Нет, это не какой-то красоты там, что-то необычной красоты. Я не помню. У меня сейчас было юбилей, что-то там 25 лет, что ли, группе было. Ну, в комбинации было 25 лет. Стрелки были еще? Стрелки. Стрелки? Может, это стрелки были? «Блестящие». «Блестящие». Эта песня была «Блестящая». И вот эти костюмы там танцевали в этом клипе. Я просто на шляпу посмотрел. «Блестящие», точно «Блестящие». Людмила из Санкт-Петербурга. Людмила, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Владимирович, очень приятно вас видеть. А у меня вопрос к Андрею. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вы с Федором Павловым Андреевичем? Конечно, знаю. Как вас латинского творчества? Считаете ли вы его своим преемником? Моим преемником? Федю? Да нет, там была совместная работа даже, да? Театральная. А, да, конечно же, мы делали эту, как ее, Даниилу Хармс, «Старуха». «Изергиль». Нет, не «Старуха и Зергиль». Это горький. Нет, не «Старуха и Зергиль». Ну, конечно же, он был режиссером. Сценографом была Катя Бочевара, а я был художником по костюмам. И Федор, ну, нет, я не думаю, что он мой преемник. Я Федю очень люблю, я его знаю с его детства, потому что это был как раз какой-нибудь 94-95 год, и Федя начинал в перформансах Маши Цыгаль. Потому что Маша делала из виниловых пластинок объекты, и Федя ходил у нее в перформансах, и вот оттуда я знаю Федя. И он как-то вот, то он продюсер каких-то моих проектов, то потом он уже художник. И вот сейчас, по-моему, он даже в Вене, то ли вот в пятницу, в субботу у него будет на какой-то венской арк-ярмарке он будет делать перформанс. Я очень рад за него. Он продолжает эстетику таких радикальных перформансов. Он там обнажен, он что-то там с собой делает. Не как Павленко, а совсем по-другому немножко все. Софт, но все равно он там экспериментирует со своим телом. И у него есть такое влечение. Он пытается из своего тела сделать трансформацию в скульптурную форму. И причем он, имея довольно-таки как бы читабельное тело, ну вот у нас тело человека, а он его пытается превратить и трансформировать в абстрактную форму. Это очень сложно. То есть это типа, если бы можно было бы как киборгу там раз, вынуть плечевой сустав и положить его отдельно, либо растянуть мышцы. Вот он пытается себя растянуть, он там всякие над собой пытки делает. Конечно же, я думаю, что он большой успех получит, если уйдет больше в эстетику Садамаза, и там у него все получится. Потому что ресурсов и средств, выразительных средств появится больше. Ну, он не получится сейчас уйти в эстетику Садамаза, но перформанс Фауст мы, наверное, можем вам показать прямо сейчас. Ой, это чисто Садамагизм. КОНЕЦ 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 Чисто Садамаза практически мы показали вам сейчас кусочек маленький из перформанса Фауст. Я тут накануне нашей встречи с Андреем вычислил из его интервью. Это, кстати, конец 90-х годов. Все самое интересное было тогда, в 90-е годы, пишет Андрей, в Москве, по крайней мере. Все определяет сейчас искусство, все, что сейчас определяет искусство, все закаляло в 90-х, да? Да, я могу сказать. То есть время расцвета было тогда, а сегодня уже мы так немножко подмяты под запад, да? В этом смысле. Ну, я могу сказать, что в 90-е могло произойти все, а сейчас происходит то, что соответствует тем или иным мнениям, либо, ну, вообще деньги все диктуют. В 90-е этого не было. Мне очень многие люди пишут, как Андрею, я думаю, в Фейсбуке, в разных других социальных сетях. И вот нельзя порой не откликнуться на те записи, которые пишут даже не непосредственно люди, а родители, близкие. Вот в данном случае я очень хочу, чтобы и я, и Андрей передали привет Александру Рыжкову, который сейчас находится в городе Бугуруслан, находится в федеральном центре, а, в Москве находится, а сам он из Бугуруслана, находится сейчас в федеральном центре имени Димы Рогачева. С тяжелым очень диагнозом готовится к операции и, в общем, в не самом хорошем настроении находится. А исполнится парнем всего лишь 22 года скоро. Ой, держись, пожалуйста, давайте. Поэтому человек, который излучает улыбку, позитив и абсолютно чушь пессимизма, Андрей Бартенев, наверное, может энергетически тебе что-то, Саша, послать сейчас, чтобы ты не переживал на этот счет, чтобы чувствовал, что все мы, и все, кто смотрит, и мы здесь сидящие в студии, все с тобой в данной ситуации. Все будет хорошо. А можно я поддержу эту вашу традицию и тоже поздравлю с Днем Рождения? Да, конечно. Сегодня у Наташи Табачниковой, директора Слава Павловны, День Рождения. Наташа, поздравляем тебя, любим, сил тебе вообще, и удивляй нас, как и прежде. И еще моя подруга Маша Иванова тоже сегодня День Рождения. Маша, поздравляйте с Днем Рождения. Поэтому то, что мы сейчас увидим, оно все к вам относится, и называется это «Я тебя люблю». Это «Я тебя люблю». Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он стильный, ходячий, живой диссонанс. Причем не всегда когнитивный. Отлично. Приходите к нам в галерину здесь, на Таганке. Мы напечатаем эпиграфом к выставке. Моника, приходите, прилетайте из Ростова-на-Дону. Спасибо за сегодняшнюю встречу. Спасибо. Счастливо добраться. Спасибо большое. Удачи вам с котами, чтобы все было хорошо. Смешимся в Фейсбуке. Жду вас завтра, дорогие друзья, как обычно, в 22 часа. До встречи. В определенных кругах он личность легендарная. Предприниматель и политик, ученый-философ, просветитель, человек смелый и целеустремленный. Еще в начале 60-х он студент философского факультета МГУ открыл с друзьями музей и клуб любителей искусства.